Густые леса и полноводные реки. Просторные луга и кристальные озёра. Многообразный животный и растительный мир. Уникальное историческое и культурное наследие. Всё это земля наша. А это главное богатство земли нашей. Её люди. Умение находить выход в любой сложной жизненной ситуации. Добиваться успеха вопреки обстоятельствам. Самоотверженно трудиться на благо своей малой родины. Всё это про героев сегодняшнего выпуска программы «Земля наша». Мы познакомимся с передовиком сельскохозяйственной отрасли Игорем Радюком. С увлечённым своим делом директором Кармянского районного музея Аллой Балыш. А также с живой легендой советского бокса, а ныне работником Добружского фарфорового завода Алексеем Юковым. Летом, когда большинство людей грезит об отпуске и отдыхе в тёплых странах, мысли механизаторов заняты только работой. Для них начинается по-настоящему горячая пора – битва за урожай. В это время на счету каждый час и каждый центнер зерна. Управление техникой требует физической и психологической выносливости, быстрой реакции, терпения и выдержки. Именно такими качествами обладает Игорь Радюк. Он из числа тех работников, которых не нужно контролировать и подгонять. К выполнению всех своих обязанностей наш герой относится добросовестно. Оттого и в поле всегда один из первых. Рабочий день наш начинается с 6 часов утра. Минут 15-7 мы уже все на мехдворе. Поскольку сын на тракторе, на практике он сейчас у нас в нашем колхозе, и работая на тракторе, а я на отвозке зерна, на мазе, я помогаю ему заправиться, отправить на работу. Сразу трактор. Потом заправляю машину и еду на поле к комбайну. В сельскохозяйственном производстве Игорь Радюк уже 20 лет. После армии устроился водителем в родной совхоз имени Чапаева. Через год пересел на комбайн. И сразу же попал в число передовиков Кармянского района. Лидерские позиции механизатор не сдает по сегодняшний день. Его фамилия на доске почета появляется практически каждый год. Причем неважно, какая роль уготована во время уборочной кампании. Игорь Радюк одинаково успешно совмещает работу комбайнера и водителя на отвозке зерна. А нынешняя страда особенная. Все лето в хозяйстве трудится сын Владислав. Парень приехал из Гомеля на практику. Со спецификой сельскохозяйственного производства знаком с детства. Необходимые знания получил от отца. И тем не менее, первая взрослая работа – серьезный вызов, а потому не обходится без трудностей. Однако их всегда легче преодолевать, когда рядом есть надежный тыл. Приятно, что его направили к нам. Этот колледж направил к нам сюда на практику. Именно он попал к нам. То, что я, как отец, чем-то же могу и помочь. И где-то и рассказать, и подсказать. С детства мне нравилась техника. Мы с отцом постоянно машины ремонтировали. Мне интересно было это. И я выбрал быть механиком. В будущем хочу инженера получить дальше. Для всей деревни он человек с большой буквы, можно сказать. Я им горжусь. Игорь Радюк – человек скромный и своими успехами хвастаться не привык. Главное, по его словам, всегда упорно работать, относиться к своему делу с должной ответственностью и стремиться к преодолению новых высот. В родном хозяйстве передовик снискал авторитет и уважение за свой нелегкий труд. Работать приходится действительно много. Трудовые будни за штурвалом проходят с самого утра и практически до захода солнца. Однако сложной свою работу механизатор не считает. Без сельского хозяйства никаких ни в город бы никуда бы не поехал. Это уже, понимаете, я все равно это мое. Прикипело уже? Да, да, да. Не в том дело, что там славы, а просто уже вот, ну, я как-то вот уже встал в никое там все, и, ну, нравится мне, и переживаю за все. Не то, что гонюсь там за славой, там, о, посеять, а что, ну, я как-то, какие-то маленькие свою кладу вложить, чтобы помочь сельскому хозяйству. И мысли у вас сменить профессию никакой не было? Нет, не было. Было поначалу, поначалу хотел пойти в Будокошелевский колледж, на механико отучиться. Ну, тогда что-то так вот трактору стал всем механизатором, и по сегодняшний день работаю механизатором. Делать все по совести и по велению сердца. Такие жизненные принципы выработались благодаря родителям. Поэтому за что бы ни брался Игорь Валерьевич, результат всегда максимальный. Он не только известен как передовой механизатор, но и как хороший хозяин. В доме и на территории возле него постоянно чистота и порядок. Вместе с супругой наш герой старается привнести в оформление участка долю выдумки и фантазии. Одним словом, Игорь Радюк – пример для подражания. И потому неудивительно, что на последних выборах в местные советы его избрали депутатом. Для меня это, конечно, было неожиданно. И даже удивительно, что люди за меня все проголосовали. Ну, там, я не знаю, сто процентов. Ну, я доволен. Недоволен, как сказать, рад, что я могу чем-то, чем-то, хоть чем-то помочь людям. Чем смогу. Сейчас я не могу там на сто процентов. Ну, там, может, чем-то я помогу. А вот зимой, да, там, в основном пенсионерами, где бы кому почистить, кому органики, какой подвести, нагородный. Это да, я зимой больше свободнейший и помочь больше у меня ее возможностей. На депутатском поприще Игорю Валерьевичу еще только предстоит себя проявить. Сфера деятельности пусть пока и не совсем знакомая, но главное, у нашего героя есть желание познавать новое. Конечно, с поправкой, что полностью посвятить себя проблемам сельчан получится только после завершения уборочной кампании. Судьба Аллы Балыш неразрывно связана с музейным делом. Ее харизма и энергичный характер помогали в решении самых сложных задач на всех этапах профессиональной деятельности. Сначала 8 лет довелось посвятить руководству историко-этнографическим музеям в родном Чечерске, а после жизненный путь привел в соседний Кармянский район, где с 2008 года Алла Сергеевна возглавляет Мемориальный музей Лепешинского. Наверное, на мою судьбу повлиял мой покойный, ныне уже учитель, это Аркадий Моноилович Дворкин. Это был учитель с большой буквы, и история для меня давалась как нераскрытая книга, и это, наверное, меня подбило в своем выборе пути. Музейным работникам я точно, наверное, не думала, когда поступала на исторический факультет, никак не могла связать себя с судьбой, с музейной деятельностью. Но сейчас бы, если бы мне, наверное, предложили быть педагогом или работником музея, я выбрала последнее. Сегодня Мемориальный музей под руководством Аллы Балыш без преувеличения переживает свое второе рождение. За последние годы музейный фонд значительно увеличился, благодаря плодотворному сотрудничеству с населением и школами района. К слову, среди посетителей музея не только местные жители, но и приезжие туристы. Я хотела бы отметить, что Кармянский районный мемориальный музей уникален еще и тем, что он находится не в райцентре, а здесь, в городке, но он посвящен всей истории Кармянского района. Вот в этом зале, в зале Краевельни, вы можете познакомиться с историей от долетописного периода до победоносного с 1945 года. Карма входила в различные государственные преобразования, и в состав Великого княжества Литовского, и в состав Речи Посполитой, в состав Российской империи. И сегодня уже в состав Суверенной республики Беларусь. Здесь представлены такие экспонаты, как, например, касаемые периода Российской империи. Это знаменитые уголовные, для нас знаменитые, и для области в целом-то, уголовные гражданские дела, которые датируются от 1900 до 1914 года, оригиналы. Кроме документов, в музее, расположенном на территории агрогородка Литвиновича, можно увидеть глиняную посуду, скульптуры, макеты сельских поселений. Теме дореволюционной жизни посвящены несколько экспозиций. Большинство же материалов погружают в жизнь и творчество соратника Ленина, педагога-реформатора, талантливого писателя, самого известного жителя Кармянской земли, Пантелеймона Николаевича Лепешинского. В четырех залах представлена подлинная старинная мебель, многочисленные фотографии, редкие книги из личной библиотеки, картины и научные труды. Особое внимание привлекает рабочий стол, за которым, по словам историков, Пантелеймон Лепешинский провел свои последние дни жизни, работая над романом «Борьба и творчество». Многие экспозиционные предметы рассказывают также и о любимой жене Ольге Борисовне Лепешинской. Мы находимся в импровизированной московской кремлевской квартире. Эти вещи были привезены в 1968 году. Они находились в доме, в квартире, доме на набережной. Окна квартиры выходили на кремль. Перед вами конторка из красного дерева. Это так называемая конторка берез секретер. Она имеет свои потайные ящики, некоторые из которых открываются с обратной стороны. Здесь также присутствует сейф для хранения особо ценных предметов. Здесь обидно зоно, за которой семья Лепешинских любила по вечерам в тихой домашней обстановке пить чай, слушать граммофон, который работает еще. Вначале это была гордость семьи Лепешинских, а теперь и наша гордость – это буфет, столовая из дуба мореного. Дуб должен был пролежать в воде более ста лет. Это выполнено ручным способом, с помощью резьбы. Вот это красавец. Пантелеймон Лепешинский вместе со своей семьей переехал в деревню Литвиновичи в шестилетнем возрасте. Сельские пейзажи и колорит местных просторов запали мальчику в душу. И пусть он родился не здесь, но всегда считал этот край своей малой родиной. Лепешинский возвращался в родное село снова и снова. И однажды решил отплатить этой земле за гостеприимство, с которым она когда-то его впервые встретила. После Октябрьской революции встал вопрос о создании новой системы образования. Ее разработкой занялся Пантелеймон Лепешинский. В качестве творческой площадки ему предложили такие города, как Москва, Санкт-Петербург и Одесса. Но он выбрал родные Литвиновичи. И тут, в 1918 году, Лепешинский создал первую модель школы коммуны – учебного заведения нового типа, где были объединены умственная и физическая работа. Пантелеймон Николаевич Лепешинский стоит на уровне таких знаменитых людей, как Сухомлинский, Макаренко. Но не все знают о том, что Лепешинский как раз это первый человек, который создал школу, опытную школу коммуны с трудовым уклоном на трудовое обучение. И вот первый такой опыт был сделан не в Москве, а не в Киеве, не в любом большом городе Советского Союза, а именно здесь, в Литвиновичах. И уже по этому образцу создавали школу во всем Советском Союзе. В год Малой Родины в регионе реализуется ряд специальных проектов. Кармянский район – не исключение. Благодаря усилиям Аллы Балыш на базе музея осуществляется инициатива «Музей-центр местного развития». Она реализуется в рамках проекта «Про-ООН. Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь». Потраченная сумма – почти 16 тысяч евро. Сделать жизнь ярче и интереснее, а свой населенный пункт более привлекательным и уютным для себя и гостей. Так коротко можно определить основную суть инициативы. Благодаря ее реализации в музее была значительно обновлена материальная база. Появились детская игровая комната и ремесленная мастерская. А главное – возможность сохранить нематериальные ценности. В рамках этой инициативы была приобретена также и эта интерактивная панель и оборудован этот конференц-зал. Интерактивная панель позволяет, во-первых, показать все фондовые коллекции. Как известно, только 30% представлено посетителям музея. Остальное все находится в фондахранилище. И очень редко, только при смене экспозиции, посетитель имеет возможность это увидеть. Мы решили это путем создания электронного каталога наших экспонатов, которые представлены посетителям. Здесь теряется стереотип, что руками экспонаты не трогать. Благодаря научному сотруднику разработано такое приложение 3D-модели. Вот вы можете наш экспонат, который есть в нашей экспозиции, здесь руками потрогать, рассмотреть во всем его разнообразии. Также то же самое, не только горлочи представлены. И изучать. То есть возможности изучения колоссальные. Есть с научным описанием предметов. Музей будет развиваться и дальше. На достигнутом, отмечает Алла Сергеевна, останавливаться не стоит. Тем более, когда музей становится не просто местом работы. Для меня при работе в музее, в любом музее, я воспринимаю музей как ребенка. Ребенок и родители. Что делают родители в первую очередь, когда к ним приходят гости? Они нарожают свое любимое дитя, в центр ставят табуреточку, чтобы все видели его красавица, его или ее ребенка. И который красиво рассказывает стихотворение. И все радуются, улыбаются и хвалят. О, какой у вас красивый ребенок. Вот так как-то я отношусь к своему музею. И он всегда маленькое дитя, которое надо любить, лелеять и желать, чтобы и другие люди увидели глазами, нашими любящими глазами этот музей. Алла Балыш – энтузиаст, человек по-настоящему влюбленный в свою профессию. Ее самоотверженный труд позволяет понять значение великого прошлого для построения достойного будущего. Алексей Юков – уникальный человек. Он единственный из ныне живущих в Беларуси абсолютных чемпионов СССР по боксу. Его история полна как больших взлетов, так и горьких разочарований. К силовому виду спорта в школьные годы мальчик расположен не был. Не позволяли физические данные. Однако было самое главное, чего порой не хватает подающим надежды спортсменам – напористость и целеустремленность. Я не думаю, что ту систему охвата детей, которая была в Советском Союзе, можно назвать случайной. То есть когда мне исполнилось 12, пятый класс, даже нет, еще 12 не было, 11, все дети в этом возрасте уже куда-то ходили. Фактически, наверное, не было ни одного ребенка в моем классе, который не записался в какую-нибудь спортивную секцию. Ну, у меня брат старше ходил, я пошел следом за ним туда же. Боксом Алексей Юков начал заниматься в 1971 году. Выступал за Челябинский «Спартак», а после переезда в Гомель – за «Динамо». На ринге провел 139 боев, одержал 125 побед. Пик спортивной карьеры пришелся на 1983 год. Алексей Юков стал абсолютным чемпионом СССР. Дело в том, что я и совершенно нечисто любив. Меня никогда всерьез, по большому счету, по большому счету не интересовали какие-то там награды. Я любил зал, я любил своих тренеров, своих друзей, саму тренировку. Хотя мне очень многое давалось гораздо труднее, чем моим коллегам более одаренным, что называется. Ребятам, которые рядом со мной давалось, все проще. Мне стоило больших трудов, с одной стороны, с другой стороны, болезненных ощущений. Благодаря рукам, локтям, которые болели у меня с 15 лет, мне немало преодолений вот этих проблем. Дало, наверное, тот импульс, благодаря которому я хотел самому себе в первую очередь только лишь доказать, что я на что-то способен. Юкова любили и уважали все – болельщики, журналисты, товарищи по команде. Последние знали, какая высокая цена стоит за каждой победой Алексея. Еще на заре карьеры ему предрекали яркое спортивное будущее. Но из-за травмы со спортом пришлось завязать уже в 25 лет. Однако нашего героя это не сломило, ведь бокс преподал главный урок в жизни – идти вперед, несмотря ни на что. Алексей Юков нашел для себя новое занятие. С детства он увлекался лепкой, пластилин был самой любимой игрушкой. И уже став взрослым, преобразовал свое увлечение в настоящее искусство. Я себя художником не считаю, я ремесленник. Мне нравится делать игрушку от начала до конца, она живая. То, что сегодня принято называть авторской, все это сегодня слово знают – эксклюзив, авторская. Вот только не предполагает, сколько на это уходит времени, сколько на это уходит затрат. Даже вот чтобы одно такое фарфоровое изделие, самое простое, довести от начала до конца, в принципе, нужна неделя. Самое короткое, самое максимальное – пять дней, пока она пройдет все стадии отливки, засыхания, обжига через три печи, покраски, глазуровки. Все это в течение недели делается. Алексей Юков трудится уже более 20 лет на Добружском фарфоровом заводе. Руководство предприятия выделило для него пустующее помещение, которое бывший спортсмен собственными силами переоборудовал в мастерскую. Это место наш герой называет без преувеличения своим вторым домом. На стеллажах вдоль стен готовые работы, заготовки, формы. За перегородкой сооружен диван. Рядом с ним рабочий стол. Здесь Алексей Юков раскрашивает свои игрушки и покрывает их лаком. Каждое получается, что называется, с душой. Все, что делает герой нашей программы – исключительно ручной труд. Спорт, конечно же, ярче. Те семь профессиональных лет, которые я занимался боксом, они в моей памяти занимают больше пласта. А здесь для меня эти 24 года прошли, ну, как-то так. В одном, при всех сложностях какие-то там возникали, но вот мое внутреннее душевное состояние – я на своем месте. Я там, где мне нравится. Я делаю то, что я хочу. Меня никто ни к чему не принуждает. И, наверное, это самое главное мое достояние. Плюс я делаю, в общем-то, на мой взгляд, все-таки нужное дело, потому что основной мой заказчик – детский тренер. Первая авторская работа нашего мастера – боксерская перчатка, вылепленная по образу и подобию той самой хрустальной, полученной в 1983 году. Его фарфоровые перчатки, помеченные авторским клеймом, есть у победителей рингов из Беларуси, России и Украины. Вот уже многие годы в Гомеле в феврале проходит турнир по боксу на призы Алексея Юкова, которые он делает сам. Соревнования собирают юниоров как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Организаторы отмечают, что очень престижно вручать награды, сделанные руками абсолютного чемпиона СССР по боксу. Сегодня встречаю детей, которые получали мои призы 10, 15 и 20 лет назад и хвастаются, что у меня там стоит и 4, и 5, и 6 в ваших перчатках, потому что их же ведь в общем-то никто не делает. То есть я выбрал, как мой тренер говорил, все это ничего, я выбрал свою узкую тему. То, что я люблю, то, что я более-менее знаю, материал бокс. Та же самая простая боксерская перчатка, казалось бы. Ну, я столько лет, 14 лет как минимум, вместе с детскими одемал ее на руки, поэтому для меня она родная, для меня она другая. И когда я, помню, столкнулся как-то, наш живописец попытался нарисовать ее, он ее не видит. Это главное здесь, достоверность. Может быть, именно благодаря тому, что узнают, что-то близкое для себя боксеры. Поэтому у меня все-таки в меру возможности, но заказывают. А еще из рук Юкова выходят вот такие добрые, сказочные персонажи. Алексей Геннадьевич продемонстрировал нам завершающий этап производственного процесса. Завершаем процесс. Последняя стадия, чтобы был товарный вид, ножку нужно шлифануть. Это алмазный круг называется. Как видите, все изделия проходят эту обработку, чтобы ни сарапало, уже не скатит, ни полировку на столе. И это только ручное. Это то, что делается очень долго. Ну, я так. Гулялся называется. Вот это делается быстро. Красится, я имею в виду. Вот с этим я возился не один день. Чтобы все это сделать более-менее близко к камуфляжу. Ко мне в мастерскую приезжал бельгиец, который удивлялся, что это сделал один человек. Он приехал, по-моему, из Минска удостовериться. Где-то как-то попало ему туда, в Минск. Он не мог поверить. Потому что на Западе таких чудаков, как я, значительно меньше, я так полагаю. В музее Добружского фарфорового завода есть отдельный стенд, посвященный изделиям мастера. Алексей Юков не часто здесь бывает, а потому визит вызывает особые чувства. Это и ностальгия по первым работам, пусть и не всегда удачным, но сделанным с душой. И благодарность за предоставленную возможность трудиться на предприятии. Я, честно говоря, очень приятно удивлен, что сохранили такой фонд. Вот это вообще самая первая печатка, которую я сделал в 93-м году. Ну, корявая, ну, смешная, но самая первая. Затем была вот эта. Довольно долго она была в ходу. Ну, боксерская тематика здесь, конечно, основная. Такой вариант, который мне очень дорог, это не просто чертик, это нормальный функциональный чайник. Отсюда дается чай, и по мне нормально его даже можно помыть. Очень много, если возился, 7 форм. На каждую перчатку, на хвост, на копыта, на голову, на кровище. Очень сложная работа. Алексей Юков признается, что спорт из жизни никуда не делся. Ведь каждого, кто борется за идею ради самой идеи, можно по праву называть настоящим спортсменом. Бокс – это красивейший вид спорта, просто не всякий зритель его понимает. Тот комплекс самых разных ощущений, в первую очередь, ощущение преодоления, ощущение победы, которая случается, ощущение товарищества, когда после тяжелейшего боя мы друг друга обнимаем и даже целуем. Мы благодарим соперника за то, что он дал нам почувствовать себя, как говорили греки, еще сильнее, выше, быстрее. История судьбы Алексея Юкова поистине уникальна. Превозмогая удары, он смог выстоять на самом главном ринге, который называется «Жизнь». Не стал почивать на лаврах былых побед, просить о помощи, а продемонстрировав железную волю и характер, сумел реализовать себя на новом поприще. И это, наверное, главное, что определяет настоящих чемпионов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин